Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире «Вечерний разговор». Меня зовут Александр Стукалов. А в гостях на передаче сегодня народный артист Республики Молдова, маэстро Инарта, профессор, музыкант и один из участников фортепианного дуэта Махович Лапикус или Лапикус Махович, Юрий Махович. Добрый вечер! Добрый вечер! Юра, так, мы на «ты» будем или на «вы»? Можем на «ты», потому что мы знакомы. Скажи, пожалуйста, как правильно называется? Лапикус Махович или Махович Лапикус? Лапикус-то больше, впереди-то мух. Да, поэтому так и решили ставить. Потому что в алфавитном порядке. Это абсолютно не говорит о главенстве кого-то в дуэте. То есть у нас абсолютно равноправный дуэт. То есть у нас нет главного и второстепенного. Потому что сам жанр такой. Ну, дуэт. Это абсолютно равноценная игра двух пианистов. Насколько я знаю, что в этом году исполняется 30 лет, как существует ваш фортепианный дуэт. Действительно, мне самому очень трудно в это поверить, потому что мне все время кажется, что это было только вчера начиналось. Да и как-то время летит, особенно последние годы, так вот абсолютно молниеносно. Но это было всегда настолько интересно и настолько как-то доставляло большое удовольствие, игра в дуэте, что как бы абсолютно не почувствовали, что пролетело столько лет. И за это время, то есть, ну, для нашей республики, я думаю, что это много. Где-то, наверное, сейчас около 450 концертов, которые мы дали вот за это время. За 30 лет мы дали 450 концертов. Это получается 15 концертов в год. Да. Это даже чаще, чем раз в месяц. Ну, это большая цифра. Как бы для тех, кто понимает, что такое классическая музыка и что такое, как бы, заниматься классической музыкой в не самой большой республике, не в самой большой стране мира, где не так много концертных залов. То есть, мы обязаны и должны каждую свою программу делать заново, новый репертуар. Хорошо. Так получается, что кроме 450 концертов, да, то есть, у вас получается, сколько произведений в каждом концерте? Ну, вот 450, это, конечно, цифра такая символическая. То есть, это сценические выступления и вообще выступления фортепианового дуэта. То есть, это могли быть и концерты, в которых мы играли одну вещь, это мог быть полностью наш сольный концерт, то есть, в двух отделениях. То есть, все-все-все. И выступления с оркестром, то есть, учитывались абсолютно все. Но 450 вещей у вас есть вместе? Я думаю, что да. Даже больше, я думаю, что больше. У нас очень такой, у нас Анатолий Лапикос, человек, который, ну, с самого начала ведет дневник всех наших выступлений. И он, как бы, ну, буквально у него есть, ну, раньше это был дневник, а теперь, естественно, это в интернете, то есть, в электронном виде, где он записывает каждое выступление, что было сыграно, в каком концертном зале, если это с дирижером, с каким оркестром, с каким дирижером, если еще с какими-то другими музыкантами. То есть, ведется полный учет и статистика всего. А, скажем так, в какой самой экзотической стране выступал ваш фортепианный дуэт? Ну, в самой экзотической, да. Самое экзотическое для нас, наверное, была Северная Корея, то есть, это Пхеньян, это абсолютно закрытое государство. И когда мы рассказываем, что мы там побывали, то есть, для всех это, особенно для западных музыкантов и исполнителей, потому что это считается такой, как бы, недосягаемой страной, туда очень сложно попасть. А какой там зал? Ой, с залами там все в порядке. Дело в том, что, то есть, страна, в которой очень сильно ценится и котируется массовость, там вот самый маленький зал, в котором мы выступали, там около 4 тысяч мест. Это самый маленький зал. Чех у нас в Национальном дворце? В Национальном дворце где-то 1700-1800. То есть, два таких зала огромных. Да. И таких залов самый большой был где-то около 12 тысяч, по-моему. А музыканты там есть, фортепианные дуэты? Нет, фортепианных дуэтов там не было. И вот за вот... Это фестиваль «Пхеньянская весна», он все время проводился 15 апреля, в день рождения Ким Ирсена. И когда мы туда приехали, я не могу сейчас сказать, какой это был по счету фестиваль, но нам сказали, что мы первый фортепианный дуэт, который приехал в Северную Корею. Они услышали вот нас, как бы как жанр, мы были первыми. И очень понравились на этом фестивале, потому что, как мы потом поняли, ну, нам показывали выступления и во дворце пионеров детских ансамблей, у них это очень принято. Там 20 клавишных инструментов электронных, и все играют синхронно одну мелодию. То есть, они как-то так очень любят. Когда все одинаково, поэтому мы произвели... Вы попали в тренд. Да, мы произвели фурор. Фурор. Вот. Скорбас, а сколько... Мы сейчас вернемся к печальным событиям, к сгоревшей филармонии. Насколько я знаю, что вы с филармонией связаны... Ну, почти вся твоя жизнь, получается. Да, естественно. Я впервые на сцене филармонии... Ну, впервые на сцене филармонии мы играли, будучи еще школьниками, в школе музыкальной имени Коки. Тогда она была единственная. Это был концерт коллективов и лучших учеников школы на сцене Большого зала филармонии. А впоследствии, где-то в седьмом классе, я уже сыграл первый раз с оркестром. То есть, что по тем временам это было практически высочайшим достижением. Потому что во времена моей юности филармонии и вообще классические концерты предполагали, что здесь два или три раза в неделю выступали абсолютно музыканты первой величины мирового уровня. Здесь играл и Рихтер, и Ойстрах, и все-все-все. И Образцова пела. То есть, нет ни одного днишни. Ну, то, что удалось застать, начиная где-то с семилетнего возраста практически. Это было очень престижно. Это было просто считалось, что это было трудно попасть. Это нужно было иметь знакомых среди администрации филармонии, чтобы доставать билеты. Этот человек, администратор филармонии, это был, знаете, как у Райкина, как завсклад, то есть, директор магазин. И это был человек, который действительно знал абсолютно всех. Он мог помочь в решении абсолютно всех вопросов. Это было просто. Скажите, а как ты попал вообще в музыку? Насколько знает твой брат врач. Врач, да. И у меня вся семья врачей. В музыку я попал абсолютно случайно, но, тем не менее, как бы, наверное, так должно было случиться. Музыкальные какие-то данные очень высокого уровня были среди всех почти моих родственников, потому что и в семье моей мамы любили петь и пели очень хорошо, то есть, имеется в виду, с чистыми интонациями, хороший музыкальный слух был. У папы там вообще, то есть, папина сестра имела абсолютно выдающийся голос, который фактически не реализовался как профессиональная певица. Она была учителем географии, то есть, в Левской преобразовательной школе. Но пела она великолепно. У нее был голос абсолютно феерический. И папин брат пел, папа, бабушка, дедушка, то есть, семейные застолья такие всегда превращались в целые концерты. Там был целый репертуар любимой в семье, пели вот эти городские романсы. Молдавские, румынские, русские. Но профессионально так никто не реализовался как музыкант. Я попал в музыку по настоятельному такому давлению на моих родителей, нашей соседке по квартире, многоквартирном доме. Это в Леве, да? Нет, здесь в Починеве. Здесь в Починеве? Да. И она пришла к родителям и сказала, что если вы его не отдадите в музыку, вы сделаете преступление против человечества. Что у него такие хорошие музыкальные данные, что вы обязаны. Она была в то время преподавательницей консерватории. Это кто? Это Лидия Семеновна Агабалян. Они были с семьей армян, которые потом уехали в Ереван. Сейчас, ну, ее уже нет в живых, но сыновья были нашими ровесниками, они где-то в Америке. То есть, получается, она тебе дала путевку в жизнь? Да, она какое-то небольшое время занималась со мной, с моим братом. И потом, когда мне пришло время идти в школу, она просто пришла к родителям и абсолютно... Она сказала, я от вас не отстану. Я сама буду его водить на все консультации, на все экзамены. Я его буду готовить, но вы должны его отдать. И потом все пошло с первого класса. Иначе ты стал бы хирургом. И бесспорно, то есть, то, что ничего другого, кроме медицины, бы мне не светило, это точно. Ну, хорошо, но теперь, знаешь, твой брат хирург, все... Вот ты что можешь сказать? Ты доволен, что стал музыкантом, а не врачом? Ой, ну, по прошествии большого количества лет, конечно, я доволен своей музыкальной карьерой. И доволен тем, как она реализовалась. Я доволен какими-то достижениями, успехами. Я доволен тем, что мне довелось побывать в очень большом количестве мест, в каких-то престижных площадках, концертных залах. А какая самая крутая концертная площадка, на которой ты играл? Ты в мире котируешься. Ну, вы знаете как, как вам сказать? У нас было несколько очень серьезных концертов в Москве, например. Ну, естественно, что Москва один из таких общепризнанных центров мировой классической музыки, особенно фортепианная школа русская, она до сих пор непревзойденная. Но у нас был концерт в Атенеум, это в Бухаресте самый, один из красивейших концертных залов в Европе. Но были концерты во Франции, то есть во многих других городах и странах. Но именно вот, как бы, ну, не так много музыкантов могут похвастаться успешными концертами в таких вот важных музыкальных центрах, которые я перечислил выше. Хорошо. Так вот, когда-то, в принципе, в первой профессиональной дуэтовой филармонии был первый концерт фортепианный. В нашей... Вот у тебя, у вас с Лапикусом... Наш первый концерт состоялся 6 января 1993 года в на сцене Органного зала. Органного зала. Органного зала Кишинева. Но тогда это была одна концертная организация. Не в филармонии, именно в Органном зале. У нас был... Не, ну, тогда была как бы молдавская филармония, имела три площадки. Был генеральный директор филармонии. И вот филармония, Органный зал и Национальный дворец нынешний имени Сулака. Это была одна концертная организация. У них была одна бухгалтерия, один отдел кадров. А вы тогда, когда были молодыми, вы тоже по всей Молдавии ездили с концертами? То, что вы сейчас... Вот я настолько знаю, извини, что вы сейчас... Классической музыки. Я прав? Да. Это вот за 30 лет нашего совместного творчества. Я думаю, что это одно из таких вершин наших достижений. Это то, что мы позволили себе в первый раз участвовать, то есть как бы в объявленном конкурсе Министерства культуры на культурные проекты, проекты в области искусства. Наш проект, он такой, как бы имеет несколько таких задач и направлений. Во-первых, то есть это популяризация классической музыки. Во-вторых, это... То есть как бы один из подзаголовков этого проекта, что классическая музыка у тебя дома. И цель была не привозить, например, детей на концерты, а с концертом поехать к детям в их школы музыкальные, играть на них инструментах, которые у них есть. То есть мы идем на места, а не с мест привозим детей куда-то. Но столько я знаю, что вы будете играть за одним инструментом. Да, это... А что, в каждой музыкальной школе есть рояль или нет? Ну, рояль или пианино. А, то есть на фитерпиано тоже, да, спокойно? Конечно. Но имеется в виду, что музыкальные школы, то есть учебный процесс предполагает, там есть классы, но наверняка мы до сих пор точно сказать не можем. Мы только вот в течение этого года, это называется такая как бы разведывательная функция. Сколько уже концертов делать? Пока первые три состоялись. То есть у вас первый был в Кишиневе? Да, была презентация открытия этого проекта во дворце республики здесь. И потом был концерт в Бельцах, в школе музыкальной по Румбеску, и концерт в Когуле для учеников и преподавателей Когульской музыкальной школы. Следующие куда вы идете? Ну, посмотрим. Пока у нас нету такого четкого графика. У нас есть предварительная договоренность с большим количеством, то есть людей, наших коллег, музыкантов, с которыми мы соприкасались, там, ну, в той или иной сфере. Но предварительная договоренность есть, и проект рассчитан до декабря месяца. Ну, тоже мы выбрали такую символическую цифру, 30, потому что, ну, чтобы она совпала... То есть вы сделаете 30 концертов. Совпало, то есть с количеством лет, сколько существует наш фортепианный дуэт. И специально для этой цели... То есть мы, как бы, исполнители немаленькие, то есть и в прямом, и в физическом смысле этого слова. То есть есть какие-то свои объемы, и играть за одним инструментом не самая приятная, как бы, для нас часть. Потому что... Сложно. Ну, инструмент не такой уж большой, и тесновато сидеть за одной клавиатурой вдвоем, потому что там... Это такой жанр, существующий отдельно. Потому что существуют некоторые дуэты, которые играют только за одним инструментом в четыре руки. Существуют дуэты, которые играют только за двумя роялями, и не берутся играть музыку для одного инструмента в четыре руки. Потому что это немножко такие, как бы... Это одно направление, но это параллельно существующие музыкальные жанры. Потому что немножко разные задачи у исполнителей, когда они играют за двумя инструментами. То есть они пользуются каждой... Всеми возможностями своего инструмента. А за одним инструментом... То есть там делятся функции исполнителей. То есть у исполнителя, который играет первую партию, в основном тематический материал. Вторая партия более аккомпанирующая, но зато там она как бы педализирует. Не секрет. Все, наверное, знают, что в конструкции рояля и фортепиано существуют и педали, которые влияют на... На звук, да. На длину звука и, в общем, на красоту. И поэтому, то есть, это сложно. Но мы сделали специально вот эту программу для одного инструмента в четыре руки, потому что, ну, вот двухрояльные залы... Только в чем я. Можно по пальцам перечислить, вот где можно сыграть эти... Ну, есть еще в Бельце, есть и Располь, есть Сынджирей, где есть два рояля. Теперь есть и в Кагуле. Вот недавно им подарили там один Бекштейн рояль. И вот мы нас уже пригласили в мае, там, скорее всего, мы поедем, сыграем один-двух рояль. То есть, а кто музыку перекладывает для... Ну, то есть, перекладывать это уже как последнее дело. То есть, потому что практически каждый композитор, то есть, в истории музыки, то есть, начиная от музыки еще до классической, от музыки барокко, писали для... И для двух инструментов, и для одного инструмента в четыре руки, потому что, ну, это домашнее музицирование, то есть, были вот эти домашние педагоги, которые там садились и со своими учениками играли в четыре руки. Практически у каждого композитора есть одно, два, три, а то и много... А, то есть, вы, получается, вы пользуетесь тем, что было написано ранее? Да, это есть как бы классический репертуар для этих жанров, он огромный. Но просто мы за такое количество лет, мы очень много сыграли в этого репертуара, и пришли к тому, что у нас есть свои пристрастия, есть свои произведения, например, написанные как бы для других составов, но которые очень красивые. И тогда... Это что, какое предположим? Ну, есть там симфонические произведения, например, которые очень нравятся, но не существующие в жанре фортепианного дуэта. А любимая есть вещь? Есть очень любимая вещь? Сейчас, вот, я не знаю, я не могу говорить как бы за нас обоих, но для меня всегда любимое то, что играется вот в данный момент, то, что есть в работе. То есть, всегда есть поиски, потом возникает следующая программа, она становится любимой, и там есть произведения. А, конечно, есть произведения, которые мы чаще других, то есть, играем, возвращаемся к ним, есть такие... Знаете, у меня возник сейчас вопрос. Есть такие вещи, которые вы пытались играть, но оно не пошло? Были такие вещи? Были. В этой вещи не идет. Вот как не бейся, оно не идет. Ну, не то, что как не бейся, оно не идет. Но есть произведения, которые... То есть, они сами отторгаются как-то. Ну, вот... Не получается. Не то, что не получается, ну, вот как-то не... Ну, вот нет этой стыковки. Вот не нравится, что-то как-то вот... Хорошо, а как вы подбираете эти... Какие произведения вы собираетесь играть? Вот как возникает желание сыграть ту или иную вещь? К большому сожалению, мы не... Как бы не свободные артисты, которые можем за счет этого существовать. У нас для того, чтобы прожить... Мы вынуждены, то есть, заниматься и другими вещами. Ну, это в основном преподавательское действие, деятельность, которая забирает большую, большую часть... Ну, всего времени. Именно творческая часть, игра, она подчас подстраивается под какие-то мероприятия, или под... Даже иногда под какой-то заказ. Ну, мы обычно следим, вот, знаете, как есть такой музыкальный календарь, каких-то терминов, там, юбилеи больших композиторов, там, 180 лет со дня рождения Чайковского, или там, 200 лет со дня рождения Бетховена. И мы, зная на перспективу, что вот на следующий год он объявлен, там, не знаю, год Брамса, или... Ну, я так сейчас говорю приблизительно. И мы тогда стараемся, зная, что вот будет там год Чайковского, и будет очень востребована его музыка, то есть, мы стараемся собрать программу из его произведений. Поэтому... Ну, и мы как-то так стараемся... А молдавских авторов вы играете? Мы играем. Играем молдавских авторов. К сожалению, этих произведений не так уже много. Мало что-то даже мы перекладывали. То есть, хоро-стакката для Нику. Потому что подчас... Ну, вот, бывают какие-то приглашения на фестивали, и там ставятся условиям, что надо сыграть что-нибудь... Отечественное. ...страны, которую ты представляешь. И поэтому... Есть такое. Ну, сейчас вот мы сделали переложение, то есть, шести румынских танцев Беллы Бартака, венгерского композитора. Это очень известный цикл, но он для фортепиано-соло есть, для симфонического состава, для скрипки и фортепиано, для кларнета и фортепиано. Есть куча версий. Мы вот к 30-летию Молдавии, мы играли на площади, в этом концерте, посвященном праздничеству, Дню независимости. Мы сделали сначала переложение для одного фортепиано в четыре руки, а потом сделали переложение для одного фортепиано в четыре руки симфонического оркестра. То есть, мы играли с оркестром телерадио Молдовы, с господином Мусти, и мы получили огромное удовольствие. То есть, получился очень эффектный такой номер. А сейчас этот цикл только для фортепиано в четыре руки есть в этой программе, которую мы будем возить по республике. Хорошо. Вот я как-то говорил, что ты с детства был на Молдавском телевидении, и ты там очень часто играл. Ну, то есть, моя деятельность на телевидении, то есть, она начиналась не как музыкальная. Это был, ну, вот, ребенок, который понравился, то есть, прошел какой-то кастинг. Я был ведущим там детских передач. Первая роль на телевидении была нарушитель правил дорожного движения в передаче светофор. Была такая передача на Молдавском телевидении «Семафору». И вот это... Мне было пять лет тогда. И потом меня пригласили в какую-то другую передачу. Потом была передача «Мини лото», которая на протяжении нескольких лет шла на телевидении. Я был один из соведущих этой передачи. А потом уже... То есть, я хорошо играл, и потом принимал участие в всяких концертах. Потом какое-то длительное время я играл в образовательных программах, вот эта музыка в школе, с господином Покурару. И он Покурару рассказывал о музыке, а я вживую там во время передачи иллюстрировал это. И вот так, потихоньку. То есть, получается, что уже с детства, то есть, с юнорских лет, ты внес культуру в массу. Ну, это было абсолютно на бессознательном уровне. Нет, ну, в принципе, по большому счету, это же правильно, если так разобраться. То есть, я считаю, что вот как у нас в филармонии были до пожара, были, вот Ира Мартынюк вела эти образовательные рассказы про классическую музыку, потому что детям, я считаю, надо с детства давать слушать классическую музыку. Это бесспорно, сто процентов. То есть, уже научно доказано и всякими учеными, и там электроды в мозге, все остальное, такое, что человек, ребенок, который имеет начальное музыкальное образование, у него что-то там происходит даже на физиологическом уровне в мозгу, что он становится, у него начинает, то есть, мозг по-другому работать, восприятие слуховые, цветовые, то есть, что-то такое меняется. И вообще, у человека происходят какие-то изменения в умственной деятельности, в сторону улучшения вообще, то есть, и характера, и темперамента. Вот Ленин апассионату любил. Да, и к чему это привело? Не любить апассионату, потому что могут быть большие потом последствия. Хорошо. Значит, и так очень, значит, то есть, ты очень долго уже на телевидении аккомпанировал? Ну, я не аккомпанировал, я играл произведения, которые, то есть, ну, это уже будучи, будучи учащий уже в музыкальной школе, да? Да, это я учился где-то в классе в седьмом, восьмом. А когда возникла идея сделать дуэт? Ну, это тоже такое, как бы, ну, я не знаю. Спонтанная вещь или нет? Ну, я человек, то есть, не очень, ну, вот так говорить, там, религиозный, нерелигиозный, но вот есть какие-то высшие силы, которые, вот, как-то они направляют людей к тому, чтобы происходили определенные вещи. То есть, мы начали вообще, как бы, совместное творчество с того, что Анатолию Лапикусу подарили очень интересные ноты, о которых мы слышали, но никогда не, то есть, не играли, ни записей, не слышали от французского композитора Левья Мессиана. И Толик пришел ко мне и сказал, давай попробуем. И мы потихонечку, вот, почему, знаете... Это какой курс был? Нет, это был не курс. Это уже после окончания? Это было уже после аспирантуры, после того, как я из Петербурга, а Анатолий из Москвы вернулись на работу в Академию музыки, нынешнюю, в тогдашнюю консерваторию. И после определенного количества первых лет работы... То есть, первая работа у тебя была просто был солист филармонии, ты играл... Нет, 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 нет. Я после окончания консерватории меня по направлению оставили работать на кафедре фортепиано в консерватории. То есть, ты сразу уже преподавал? То есть, после окончания, да, меня... Но солиста филармонии ты еще не был? Или уже был? Нет, нет, нет. Солистом филармонии мы стали после 2000 года. То есть, у нас, по-моему, нет еще 20 лет, как мы играем с солистами. филармонии. Давайте мы сейчас привемся с вами на рекламу, потому что реклама необходима. Дорогие друзья, не переключайтесь, оставьте, останьтесь с нами, послушайте потом о жизни нашего знаменитого фортепианного дуэта Лапикас Махович. Реклама. Ну что ж, спасибо, что вы остались с нами. в гостях у нас маэстро Инарта, народный артист Республики Молдова, профессор и солист национальной филармонии, один из участников фортепианного дуэта, Лапикас Махович, Юрий Махович. Ну что ж, продолжаем, Юра. Так вот, мы опять вернулись к тому, что вы солистом филармонии стали только в 2000 году, да? Ну. Ну, а у вас была концертная деятельность во время, когда вы преподавали? Естественно, нет. Мы вот, сыграв первый концерт, мы поняли, что... А до концерта еще? До этого я играл много как сольный исполнитель, я играл много с вокалистами, у меня было очень большое и тесное сотрудничество с прекрасной певицей Еленой Ротару, с которой мы делали большое количество программ, ездили там на концерты, на конкурсы, гастроли. Сейчас она ведущая солистка в театре оперы и балетов в Констанции. Вот. Анатолий играл очень большое количество камерной музыки с выдающимися нашими музыкантами. А после того, как мы сыграли первую программу, то есть мы... Ну, вот что-то такое щелкнуло, и мы поняли, что вот это наше предназначение. И мы отказались от другого вида деятельности, и мы с тех пор играем только вместе. То есть в одиночку у вас сольных концертов нет принципиально? Нет. Нет. 30 лет принципиально мы не играем. И даже если нас просят какие-нибудь другие музыканты на других инструментах саккомпанировать или как-то принять участие в их концертах, мы просто аккомпанемент перекладываем на два рояля и играем. А кто перекладывает? Ну, мы сами. То есть и ты, и... И я, и Анатолий. И мы как-то так делаем это уже почти на полуавтомате. Ну да, как Ильф и Петров вместе писали книгу, так вы вместе перекладываете. Да, да. И у нас вот этот опыт привел к очень таким, ну, для нас очень важных и таких... Ну, и в этом... В мире фортепианных дуэтов это достаточно престижно. У нас уже вышло 4 тома хрестоматий с нашими переложениями произведений. Это очень большой объем. И причем мы преподносим их в качестве подарков нашим коллегам, с которыми мы знакомимся, когда мы ездим на гастроли, участвуем во всяких фестивалях. И эта музыка разошлась по всему миру и уже играли. То есть нам показывали буклеты международных конкурсов, в которых игрались наши переложения. То есть это как-то так очень... Такой бальзам. Ну, конечно, да. Насколько я знаю, вы даже делали... И сам принимал в этом участие в фестиваль фортепианных дуэтов, струльных, кихлимбар. Да. Чья это была идея? Ну, это было как... Ну, наездившись на другие фестивали и почувствовав какое-то такое одиночество здесь, в своем отечестве, ну, просто как бы люди приходили на наши концерты и говорили, ну, ребята, хорошо, играйте, молодцы. Но им не с чем было сравнивать. И мы тогда сказали, а почему бы вообще как бы не показать, что происходит в этом жанре, в мире. и уже будучи знакомыми с большим количеством выдающихся музыкантов в этой области, то есть мы подумали, а почему бы их сюда не пригласить для того, чтобы, ну, народ услышал еще и другие дуэты и чтобы они как-то смогли оценить наши выступления, сопоставив их с выступлениями других музыкантов. То есть там не было никакой профессиональной ревности по поводу того, что давайте мы не будем показывать больше никого, пускай у нас нимбы над головой вырастут и там короны на голове. Нет, никогда не было такой эгоистической цели, то есть чтобы все знали, что есть только мы. Ну, я знаю, что два фестиваля было, да? Три. Три было фестиваля? Было три фестиваля. К сожалению, вот последние годы, когда должен был быть четвертый, то есть это все помешало, пандемия. И надеемся, что... На следующий год, да? Я думаю, что на следующий год сделаем все возможные усилия для того, чтобы сделать следующий. Что пора. филармонии к тому времени еще не построят. Филармонию восстановят? Нет, ну, вы знаете, я сейчас не первый раз об этом скажу. Существует такое международное понятие, ну, престижность государства, в чем она заключается. То есть никогда о уровне государства не будут говорить, там, не знаю, ну, сейчас, может быть, кто-то обидится из тех, кто нас слушает. То есть какого качества вино или какой там томатный, томатная паста, какие-то консервы или еще что-то такое. Это все, как бы, сейчас этим очень трудно удивить. Но уровень государства и уровень, как бы, культуры этой страны всегда определяется. То есть какой симфонический оркестр в филармонии, какой оперный театр. Или есть вообще филармония? Есть ли вообще филармония, да. Начнем с этого. То есть какого уровня там исполнители, музыканты, художники, там, то есть театр драматический, литература. Вот это и есть как бы лицо государства. А представить себе лицо государства без филармонии, то есть это как бы не самое красивое и ущербное лицо. То есть чего-то явно не хватает. Это как лицо без носа или без глаз. Потому что филармония и классическая музыка тоже, вот сейчас скажу, вещь, в которой я абсолютно уверен, но может быть она не всем понравится, что существует народное искусство. Понимаете, что, вот как можно определить, что лучше, грузинская лесгинка или молдавская хора. Это, понимаете, или вот спросить, что лучше, клубника или соленые огурцы. То есть это вещи и то, и другое прекрасно, но они несравнимые. также вот фольклор каждой страны, он настолько самобытен, он сам по себе. А классическая музыка, она, это ценность универсальная, это всемирная ценность, и потому, как играют сороковую симфонию Моцарта в одной стране или в другой, можно определить, насколько высок уровень вообще исполнительства. Это так же, как и в спорте, то есть, человек прыгает два метра с чем-то, то есть, вот, выше него или там в науке, кто-то изобрел там какую-то теорему выдающуюся, и все, то есть, это говорит о уровне математики, или там, поэтому вот классическое искусство, оно, это язык универсальный, он и в Африке, и в Австралии, и там, в Северной Америке, и в Европе, то есть, сороковая симфония Моцарта остается сороковой симфонии Моцарта, и насколько хорошо ее играют, на каком уровне, вот это можно определить потом, ну, уровень культуры государства. И поэтому филармония обязана быть в нашей стране. Обязана. Это даже не обсуждается. Причем, то есть, все прекрасно отдают себе в этот отчет, но вновозы и не там. То есть, пока каких-то движений после того, после факта того, что мы ее лишились, пока очень мало что чувствуется. Какое тебе чувство филармонии, которая была? Ну, филармония, которая была, хоть мы тогда, будучи еще совсем детьми, может быть, и не понимали до такой степени масштабы, то есть, того прекрасного, которое было. Знаете, я не хочу казаться вот брюзгой и говорить, что вот, когда-то в те времена там было так прекрасно, здорово, что сейчас это совсем по-другому. Нет. все развивается, все это есть, у нас есть прекрасные исполнители, и вообще у нас есть чем гордиться в стране, но здесь, понимаете, вот филармония, здесь были величины такого грандиозного уровня, что об этом не имеем права забывать. и это все даже как бы документировано, есть архивные записи, концерты. Сюда приезжали практически все. Это Кишинев был центром музыкальным такого большого серьезного уровня, сюда стремились все приезжать. И фестиваль Морсишор, который когда-то происходил, то есть на всех концертных площадках играли величины такого уровня, что просто ну нужно было разорваться на четыре части, чтобы одновременно попасть на все эти концерты. Причем это мог быть хор Минина в органном зале, Рихтер в филармонии параллельно, в оперном театре могла петь Елена Образцова, во дворце ансамбль Березка в национальном в один день. И пойди попробуй выбрать куда пойти. Да, потому что насыщенность фестиваля Марцишор когда-то это было фантастично. Но сейчас слава Богу, что существует сколько лет уже. Да, 50, по-моему, вот сейчас вчера или позавчера закончился 56-й по-моему выпуск Марцишора. Это стало традицией, национальным достоянием нашей страны. Да, это как фестиваль Мария Бьешу, как фестиваль Мерцишор. Это синонимы, сразу синонимы с Молдавией. Конкретно Молдова, это Жок, да? Жок Мария Бьешу. И филопиадный дуэт Лапику смахает. не, 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 боже упаси. Не, ну в вашем мире филопиадных дуэтов-то? Ну, в нашем, естественно, что с нашими фамилиями ассоциируется Молдова. То есть, как бы, те, которые знают нас, они знают и страну, которую мы представляем. Да, я просто прекрасно помню, помню, когда мы были партнерами, я был партнером гроздья винограда тогда, с коньяком, как раз, именно, как раз, струга таких, лимбарьков. Это на самом первом фестивале, то есть, такая бы идея оставить, как качество. по-моему, на втором, третьем тоже так уже было, да, по-моему? Мы старались, потом, то есть, как бы, искали, то есть, спонсоров среди, коньячных, коньячных, или винных, коньячных, заводов, и, то есть, это был такой, приз на память участникам. Ну, это прекрасный, это очень прекрасный, красивый приз. Это очень... Естественно, потому что... Ну, да, это тоже ассоциация с той же виноградной гроздью, которая держит тавист, который несет... Это и символ, как бы, Молдовы, и потом, то есть, молдавские вина, это может быть, ну, что-то, что чаще другого вспоминается везде в мире, связанное с Молдовой, и тоже бренд. Ну, еще такой вопрос, вот с той же филармонией. Насколько мне известно, сейчас идут там проекты делать, или еще проектов нету? Или есть... Я побоюсь сейчас, то есть, ну, как бы, сказать какие-то несуществующие... К сожалению, я не очень знаю, на каком уровне сейчас находится, то есть, вот, момент обсуждения дальнейшей судьбы филармонии. То, что она будет, это бесспорно. То есть, я еще не слышу. Не на том же старом месте? Ну, это тоже, ставим знаки вопроса. Дело в том, что не слышал ни одного человека, который бы сказал, что филармония нам не нужна. Другое дело, что есть большая опасность, что все говорят, ну, вот как-то существует все, вот так, как оно есть. А зачем нам вкладываться? про существование... И строить новое здание, да. То есть, Хотя, то есть, то, что, ну, везде говорят, на всяких международных встречах, и очень много международных организаций, которые заинтересованы, то есть, обещают поддержку, восстановление, строительство. пока мы не знаем какой-то серьезной экспертизы, что делать. Я, мое собственное мнение, я, может быть, в какой-то степени, ну, не патриот того, что... Я не считаю, что старое здание филармонии представляло какую-то уж грандиозную архитектурную ценность. То есть, это было несколько раз переделанное здание. Ну, там же цирк сначала, когда ты... Там был цирк, там даже синагога была в этом здании какое-то время. И вообще, то есть, я не считаю, что место, где оно расположено, является очень хорошим для филармонии. Потому что там вот зона вот этого как бы торгового, центрального рынка, автовокзала. То есть, туда в большей степени, как бы, в эту часть города люди в большей степени приходят за какими-то покупками или чтобы куда-нибудь уехать. И в редких случаях, то есть, как бы, если спросить, ты куда идешь, человек скажет, что он идет на концерт. И даже вот, судя по тому, как наши таксисты в городе, вот когда говоришь, отвезите меня филармонию, все спрашивают, а где это? Потому что, с точки зрения геолокационной... Если оставить в РЦ Республике филармонию. Это, на мой взгляд, это просто такое, как бы, решение, которое освободит от очень большого количества проблем. Потому что, здание уже построено, то есть, оно изумительной красоты. Естественно, что, я, конечно, поступил бы так. Я бы, то есть, сделал бы это здание совместного пользования. То есть, чтобы там часть здания принадлежала филармонии, там поместились бы абсолютно все коллективы. А концертный зал, его можно использовать, и все вот эти холлы прекрасные, роскошные, они могут быть такого поливалентного использования. Потому что, мы же прекрасно знаем и помним, там прелесть этого зала в том, что там нету фиксированных стульев, то есть, там ничего... Их можно планировать этот концертный зал и устанавливать его абсолютно по-другому. Мы же помним, там проходили, проходят чемпионаты Европы и мира по бальным танцам, там прекрасные полы, паркет. Там куча возможностей для проведения всяких мероприятий. Да, вот собранные деньги на восстановление филармонии, они, конечно, очень сильно пригодились бы для улучшения акустических данных вот этого именно сцены и концертного зала для приобретения инструментов музыкальных. Туда бы еще один прекрасный инструмент пригодился. Сейчас же подарили рояль, да? подарили роскошный рояль, вот премьера нашей программы была именно на нем. Это Петров, концертный Петров, мистраль, то есть, это самый большой из существующих рояль. То есть, вам нужен такой же второй рояль для дуэта? Да, это было бы просто идеально. То есть, на разных роялях вы не играете? Нет, мы играем на разных роялях и практически везде. То есть, рассчитывать на то, что в концертном зале два одинаковых инструмента, то есть, это практически нереально. У вас вот такой вопрос от дилетанта. Рояли, они разные? Они разные. Рояли, вот как и скрипки, как и все музыкальные инструменты, у каждого есть своя индивидуальность. Это как отпечатки пальцев на руке, они не повторяются. То есть, Ямаха и тоже Петров это разные вещи и по звучанию. Да, 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 да. Есть, то есть, ну, это как... А какой самый лучший оляль в мире считается? Ну, сложно сказать. Конечно, одной из самых престижных фирм это Стэнвей, вот фирма Стэнвей Сонг. Есть потрясающие, есть Бикштейн, есть Безендорфер. Они в Германии, да? Ну, да, это австрийские, но они тоже, знаете, вот как в электронике, фирма Сони, там с этим они слились, это купили. Они там все фактически больших магнатов в области, то есть, ну, как это, ну, конфликцион... собирание вот этих инструментов, это... их несколько всего, то есть, они все какие-то дочерние предприятия, но они все имеют свою специфику, какие-то звучат мягче, у каких-то более такой, как бы, масштабный звук, какие-то инструменты более камерного такого плана, но, тем не менее... А вот за то время, как вы играете там, конструкция рояля не поменялась? Нет, она уже существует. ничего не меняется, еще новое, все? Да. Это классика? Да, она существует. Это классика? Есть какие-то улучшения, улучшения там материалов, то есть, там, в механике, там, есть войлок, там, ткани, которые обтягивают, так мне кажется, потом система струн, тоже используются уже какие-то более современные материалы. А дома у вас фортепиано? Да, у меня старый рабочий Ростов-Дон, который купили. Это фортепиано детства? Да, оно вот то, то единственное первое, которое вот было с пятилетнего возраста, оно до сих пор. А когда ты учился играть гаммы, все такое прочее, ты сильно родителям и родственникам не досаждал или это они принимали как данность? Я очень благодарен своим родителям за то, что они мне создали абсолютно все условия для того, чтобы я занимался, хорошо занимался, чтобы я правильно развивался. Они очень, как сказать, вот для меня это эталон вообще того, как родители должны относиться к своим детям. то есть они я не могу сказать, что они были очень строгие или то есть как бы жестко держали нас в ежовых рукавицах, нет. У нас были очень доверительные отношения, но тем не менее, то есть они жертвовали какими-то своими амбициями, своими делами для того, чтобы создать нам стопроцентный ты оценил их, вот сейчас став старше, ты оценил то, что они сделали для тебя? я всегда и говорю об этом, всегда и им говорил, и маме говорю, вот сейчас, что только благодаря им, потому что это уже выверенная история педагогики музыкальной, то, что в успехе детей, то есть 90% этого успеха принадлежит родителям. И есть такая, и в шутку, и всерьез все говорят, для того, чтобы узнать, что может произойти с ребенком, с которым вы начинаете заниматься, вы сначала познакомьтесь с родителями. И вот ты сейчас станов, став преподавателем, ты тоже так же смотришь на родителей? Ну, это, это вот то, что я сейчас сказал, это в основном касается начального образования музыкального, потому что я сейчас работаю со взрослыми уже, то есть у нас растут таланты мирового уровня. У нас есть таланты мирового уровня, только, как сказать, у нас нету стимулов, чтобы задержать их в стране. Фактически, то есть все талантливые, такие, очень талантливые дети, они нацелены на то, чтобы потом поехать куда-то, продолжить свое образование за границей, и очень мало есть случаев обратного возвращения. есть очень большое количество прекрасных, гениальных наших музыкантов, которые, то есть, известны во всем мире, и мы гордимся, действительно, но они, слава Богу, что они, как бы, не стесняются и не отказываются говорить, что они представляют Молдову, и они, как бы, с гордостью об этом заявляют, и мы гордимся, и очень благодарны им за это, и вот это вот то, что называется посол мира в стране. Ну да, потому что по им судят, опять же, по стране, да. Так, давай вернемся к филармонии, опять же. А вот ты какие-то проекты, мне Толя тоже говорил, что какие-то проекты различные есть, что сможешь бы создать тут самую лучшую филармонию в мире? Возможно, вот, филармония сейчас уже, наверное, не строится нигде, практически. Ну, нет, то, что она не строится, наверняка есть, потому что, ну, как бы в богатых, уважающих себя странах, они как бы, ну, Они были построены раньше? Ну, понятно, но есть и города, то есть, как бы, в которых они обновляют, то есть, строят новые какие-то грандиозные концертные залы, или есть такие города, которые, вот, для своего развития, они понимают прекрасно, что престиж города поднимется гораздо быстрее и лучше, если у них будет филармония. Есть много очень интересных проектов, то есть, сейчас, конечно, архитектура уже вознеслась на такие высоты, что трудно себе должны представить. И по звуку. В филармонии старый хороший звук был? Вот. К сожалению, нет. Это была самой большой проблемой старой филармонии, это акустика, потому что это был адаптированный зал, и все жаловались абсолютно. Там было очень сложно, и даже это можно как бы, ну, охарактеризовать тем, что, сидя в разных местах зала, в разных рядах, сбоку, или еще что-то такое, создавалось абсолютно разное впечатление от услышанного. То есть, по-разному звучал инструмент, на балконе. А мне нравилось на балконе сидеть. Да, на балконе там было хорошо. Там было хорошо слушать рояль, потому что у рояля есть вот эта крышка дека, которая является резонатором звука, и она все время направлялась как бы в сторону балкона, и оттуда действительно хорошо было слушать фортепианную музыку. Но сейчас, конечно, сейчас есть целые институты, которые занимаются вообще, то есть, акустическими возможностями строительства. Есть шансы, что у нас в Кишиневе будет построена одна из самых последних, по-последствии слово, техники филармония в мире. Нет, почему бы нет, в конце концов. Саша, ты романтик, конечно, это вот. Я люблю этот город, если бы в городе была самая лучшая филармония в мире. Ну, для того, чтобы построить самую лучшую филармонию в мире, наверное, потребуется такой бюджет, как весь бюджет нашей страны, потому что это очень дорогое удовольствие, вот, соблюдая все технологии, все правила, вот, именно, акустики, материалов, из которых это должно быть сделано. То есть, ну, опыт вот последних вот этих выдающихся грандиозных концертных залов, которые были построены, говорят о том, что это просто неимоверные капиталовложения, которые окупаются в течение 20-ти... А где ты видел еще хорошую филармонию? Ты же концентрировал достаточно много по разным странам. Ну, нет, вот из новых филармоний, ну, сложно сказать. Ну, в богатых городах они хорошие. Вот мы были вот в ней недавно открыты, то есть, это было уже 20 тому назад, там, только-только открылась самарская филармония, она была сделана в каком-то таком потрясающем, там этот концертный зал, вот именно филармонический, он был сделан в виде вот подводного царства из сказки Садко, то есть, все в каких-то раковинах, каких-то ракурсках, там, морские коньки, там, сети, очень интересные архитектурные и с соблюдением всех нормативов звучания. У меня старая, вот даже наша филармония, она давала какое-то, вот, когда заходил туда, там вот было какое-то ощущение, знаешь, машины какое-то время, ты переносился, и ты слушал эту музыку, ты тоже, то есть, это пахло, знаешь, какими-то традициями, например, для меня, вот я, оперный, я просто когда-то умудрился в молодости играть в Одесском оперном театре, ты мне рассказывал, значит, и вот тот Одесский оперный театр, и наш вот театр, который был, сейчас театр имени Неску, где вот эти балконы, где вот это все, понимаешь, и для меня, например, новый наш оперный театр, он немножко, как тебе сказать, упрощенный вариант, ну, не знаю, что там хорошая акустика, все, но вопрос-то в том, что он, как тебе сказать, слишком такой модерновый, хотя он уже, ему тоже уже много лет, но вот для меня оперный театр, и классическая музыка, эти идут 19 века поставленные спектакли, и балет, или оперы, именно уже позапрошлого века, то вот они больше сочетаются, ты окунаешься в другую атмосферу. Здесь этот вопрос, конечно, такой, не то, что, нет, он не спорный, но он на любителя, потому что, вот, один из таких, как бы, ну, таких хрестоматийных примеров, это вот Мариинский театр в Петербурге, то есть, есть историческое старое здание, которое, то есть, вся в лепнине, в позолоте, там в основном идут спектакли классического репертуара, старого, не модернового, переделанного, а вот все балеты, вот именно классических постановках, и вот Мариинка 2, новое здание, против которого, то есть, полгорода восставало, что в центре города, там, стекла и бетона, непонятно, что построили, но вот я был там, во-первых, оно абсолютно убийственное впечатление производит, оно все, то есть, оформление внутри, все из оникса, то есть, из полудрагоценных камней, все стены, 8 этажей отделаны, но там такая сцена, которая, то есть, это как бы технологически, ну, сейчас чуть ли не один из лучших в мире, там можно поставить все, что угодно, там можно даже каток установить на сцене со льдом, или там бассейн, там прыжки в воду показывают, то есть, там техническое, у нас же такой цирк практически, вот да, техническое оснащение просто, там у режиссеров сейчас есть полная свобода, там можно абсолютно все воплотить в жизнь. А у меня же такой вопрос, вот ходит молодежь слушать фортепианный дуэт, по-твоему? Да. Молодежь, именно молодые девочки, молодые мальчики ходят слушать классическую музыку. Вообще, вообще вот, не тех, кто учится в музыкальных школах, а вообще. Дело в том, что у нас были вот как бы лихие 90-е, были 2000-е годы, когда все жаловались, что вообще публики нет, отток, никто не ходит, никому не интересно. Это была такая волна постдискотечная, дискотеки 80-х, когда все эти ночные клубы. Дело в том, что молодежь, она такая, ей нужны свежие ощущения, то есть, они как-то быстро приедаются чем-то. И потом, где-то в 2010-м году стала такая тенденция, то есть, в кругу молодежных тусовок хвастаться друг перед другом, что, а я был на концерте симфонического оркестра. То есть, все такие, о, а что это такое? То есть, это как-то, ну, что-то такое в диковину. И это стало, то есть, возбуждать интерес. И люди стали ходить на драматические спектакли в театре, стали ходить на концерты классической музыки. Потому что немножко приелось, и вот хотелось, ну, и вообще, знаете, как сейчас у молодежи есть такое, ну, им хочется выглядеть немножко статуснее, немножко более, элитарно. То есть, классическая музыка дает статусность, да? Да, да, да. Потому что это считается, то есть, если раньше говорили, ну, классическая музыка, это как бы элитарно, мало кто ее знает, мало ли кто ее понимает. И тут вдруг ты входишь в этот круг людей, которые начинают понимать классическую музыку. Но на самом деле, то есть, ничего сложного в этом нет. Надо просто попробовать и заставить. У меня есть большое количество друзей и знакомых, которые говорят, нет, 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 я приглашаю на концерты и говорят, нет, 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 я не пойду, мне это не нравится. Я говорю, а ты слушал хоть раз? Ты был хоть на одном концерте? Они говорят, нет, ну, как-то я вот по радио где-то слушаю. Ну, приди. Вот на тебе пригласить, вот куплю тебе билет, на тебе, приди, послушай. И вот я не помню ни одного случая за всю историю вот, как бы, нашего творческого союза, чтобы кто-то пришел на один концерт и чтобы после этого ему не захотелось прийти еще на другие. Потому что восприятие от живого исполнения, оно, оно ничем не может быть передано. ни телевидением, ни CD, ни аудио, ни компьютерами. Потому что потому что на живом концерте слушатель является одной из трех составляющих частей вообще музыкального творчества. Есть композитор, который это сочиняет, есть исполнитель, который это воплощает, и есть слушатель, который это воспринимает. Вот три а когда ты становишься одной из этих трех частей, кто угодно, то ты вовлечен в этот процесс, ты являешься составной частью. Это не... Но если этого не попробовать, я не могу понять. Вопрос. В каких залах лучше играть? В маленьких или в больших? Вот за свою жизнь ты играл на разных сценах? Вы знаете, это вот... Дело в том, что это по-разному. Мы играли и для очень маленького количества людей, то есть играли там для 10-15 человек. Там есть другое, там есть это вот как бы интимное вот такое, как бы, вот этот человек, он как бы присутствует в процессе рождения музыки. Когда ты играешь в больших залах, то ты, как сказать, здесь такое ощущение, что ты как в космосе, вот ты один и вот где-то большое такое необозримое море людей. Но если отдача этой огромной толпы, вот огромные эмоции до тебя выходят, если ты заставил эту всю публику все переживать. Это очень важно, но в классической музыке это реже есть возможность для такого, для таких вещей. Но в большей степени это в оперной музыке может быть, когда дают оперные спектакли на стадионах или вообще в тысячных. Но есть исторические. Нам не доводилось играть где-то там, не знаю, на стадионах или... Но тем не менее вот маленькие концертный зал дает персонификацию каждого зрителя, то есть ты его видишь и ты знаешь кто это конкретно. Если ты играешь в большом зале, то образ зрителя это что-то такое обобщенное. То есть ты не видишь лиц, то есть в концерте в большом зале тебе некогда разглядывать людей. Воспринимается зритель как нечто ну как сказать как ну не масса, а вот зритель как что-то огромное. Ты чувствуешь реакцию зала? Конечно. Вот когда зал тебя принимает или зал тебя отторгает? чувствуется с первой минуты. Чувствуется вот восприимчивость зала она есть. То есть концерты, когда очень тяжело играть. когда чувствуешь вот какая-то отрицательная энергия вот вот что-то не дает. Есть какое-то напряжение вот когда люди я не знаю когда много недоброжелателей в зале например это всегда чувствуется. Это тоже бывает? Конечно. Конечно. А какие могут быть недоброжелатели к музыканту к музыканту? дело в том что искусство такое оно только чисто внешне ну белое и пушистое. на самом деле то есть как бы во-первых искусство это как сказать это это что-то неконкретное и вот сколько людей например в музыке особенно сколько людей столько и мнений то есть я вот на исполняемое произведение могу сказать что это хорошо а ты можешь на это же произведение сказать что это плохо тебе не понравилось я считаю что это медленно а ты считаешь что это быстро я знаешь помню один эпизод наших совместного знакомства когда помнишь когда-то я же когда варил кофе в филармонии как-то с одного концерта вышел и вышли мы с тобой сели в маршрут я спросил Юра как тебе концерт и ты стал мне говорить а вот тут ложанули вот тут все такое прочее потому что ты профессионал и преподаватель и профессионал очень высокого уровня ввиду того что я ну у меня нет музыкального такого слуха я получил эмоциональное удовольствие от концерта а ты разложил его профессионально что тут были недочеты и все прочее и вот тут получается такой вопрос что я посчитал сказал Юра хватит потому что я получил эмоции не порт мне картина впечатления да вот понимаешь люди некоторые вещи получают приходят за эмоциями и тебе наверное тоже тяжело слушать других исполнителей потому что ты чувствуешь их огрехи да конкретно но дело в том что это действительно это большая проблема вот для профессиональных музыкантов они когда слушают музыку они вот как на компьютере они ее анализируют с точки зрения технологии с точки зрения того как это все сделано то есть ведь процесс музыкальный процесс это очень сложная вообще штука то есть это есть куча воздействий на разные рецепторы там и слух и видео и глаза и в мозгу там все это складывается не складывается а потом если ты музыкант и ты знаешь вот этот язык который вот я все время говорю что музыка это вообще что-то непонятное потому что все остальное что происходит в нашей жизни оно в природе заложено то есть движение даже какие-то а музыка то есть музыкальных звуков в природе нет это что-то откуда-то пришедшее как нет звука в природе музыкальных звуков вот мелодии то есть птицы у каждой свое кар-кар там чирик-чирик а вот то что складывается в язык мелодический вот это это что-то которое свойственно только цивилизации интеллекту то есть это что-то придуманное это как бы и владение ну как основами ну вот как иностранный язык то есть музыкальный язык это ну немножко на другом уровне но это тоже это какой-то иностранный язык который ты знаешь ты знаешь технологию ты знаешь законы взаимосвязи звуков как что куда переходят почему так а почему не по-другому классическая музыка это более сложный вариант чем народная музыка или это все-таки продолжение этого всего или все-таки джаст вот как их там можно поставить какую-то иерархию нет ну как я не думаю что как бы надо так усложнять этот вопрос дело в том что то есть дело в том что когда-то пытались большие люди всякие философы то есть как бы анализировать музыку с математической точки зрения там формулы очень много есть то есть все можно просчитать есть куча вот музыка это огромное вот как как высшая математика это должно идти сюда если проанализировать то есть есть свои законы разрешения аккордов что зачем должно следовать то есть произвести музыкальный анализ можно любого произведения просто в классической музыке и именно из-за своих объемов из-за своих ну состава исполняемой этой музыки это все пожалуй самая сложная степень самый самый большой конгломерат вот этих всех этих правил развития то есть это такая глыба потому что в фольклорной музыке в эстрадной музыке то есть там есть мелодический мелодическая линия гармоническая линия аккомпаниемента то есть логика развития то есть какая-то драматургия но опять же повторюсь в одной передаче это нехорошо делать вот что лучше клубника или соленые огурцы думал профессор спасибо тебе за эти объяснения будем говорить когда ты читаешь лекции тебя слушают в принципе да я люблю как-то так общаться я особенно в последнее время меня приглашают на как это сказать читать лекции для преподавателей республики на курсах повышения квалификации мне очень нравится это делать то есть такой музыкальный ликбез получается нет не музыкальный ликбез просто общение на интересующие людей темы в такой в свободной форме основываясь на каких-то своих наработках на каком-то опыте и слуховом и практическом и педагогическом то есть помнишь я читал что до революции тогда еще в 19 веке можно было записаться на лекцию другому преподавателю пойти послушать в принципе сейчас это практикуется или нет ну в принципе тоже есть да то есть я не будучи студентом могу тебе обратить на лекцию послушать понравится какая-то лекция потому что сейчас в такой форме это в меньшей степени практикуется но просто вот сейчас есть такие формы как мастер-классы то есть приезжает какой-нибудь профессор кого-то приглашают например мы можем пригласить какого-нибудь профессора из Бухареста или там по обмену из Петербурга из Москвы он читает какие-то курс лекций об этом распространяется информация ну можно есть платные то есть нужно зарегистрироваться для того чтобы послушать эти лекции есть бесплатные есть куча всяких возможностей но это практически то есть присутствие на открытом уроке там и ходят люди ходят ходят ну те кому это нужно ходят ну да кто нужен по профессии да да потому что в принципе такие вещи надо школьникам потому что вот я вспоминаю свою школьную молодость там мы под боем у нас был этот Пакахардио у нас был Лев Давидович он там пели песни там Ленин всегда живой Ленин всегда но сам факт что я считаю что музыка должна обязательно присутствовать я уже не раз говорил я все забыл значит был педагог на Украине значит в советское время который там в маленьком городишке в маленьком селе где каждый день у детей была музыка рисование физкультура потому что человек должен был развиваться и физически и духовно уметь рисовать уметь стихи писать музыку слушать музыцировать потому что тогда человек развивается гармонически ну вот в Южной Корее уже не в Северной а в Южной Корее там очень интересная такая система там нету музыкальных предметов в школе нету вот музыки в школе они там как бы не поют но ты не получишь диплома в среднем образовании пока ты не принесешь диплом что ты закончил музыкальную школу то есть это это обязательное параллельное образование там у всех у всех то есть на чем угодно на барабане на гитаре как угодно этих музыкальных школ там практически не в каждом подъезде они есть и там два-три педагога они могут открыть свою музыкальную школу и вот они ты заканчиваешь эти курсы и ты для того чтобы получить диплом о среднем образовании должен предоставить что ты имеешь какое-то понятие о музыке да и это показало что люди действительно то есть они не не из джунглей они в музыке хотя бы элементарные понятия какие-то они знают и они по-другому это все воспринимают они музыку начинают воспринимать основываясь на каких-то знаниях ну не технологии но во всяком случае каких-то процессов происходящих в этом это приносит замечательный результат я помню значит когда у меня в детстве тоже у нас был было в тропе на подозвании Модесса мне сестры мы занимались и пытались меня научить но увы из меня ничего не вышло либо я был неусидчивый либо кое-что другое да вопрос и вот и потом вспомнил когда я служил уже на флоте был у нас был один офицер из Санкт-Петербурга кореец между прочим который выходил садился в какую-то компанию офицеров сняла фортепиано и он музыцировал это настолько было красиво и вот тогда я чувствовал какую-то свою ущербность я понимал что я недополучил я не умею это делать я ему страшно завидовал что человек мог встать сесть и играть ну это вообще это очень красиво и вот сейчас много в интернете есть и даже вот недавно попалось такое тоже видео наши коллеги там наши как бы бывшие студенты тоже где-то в аэропорту то есть там было пианино или рояль и вот он сел и там и все присутствующие в аэропорту были то есть поражены вот что человек вот просто оставил чемодан и сел и начал прекрасно играть на рояле то есть это впечатляет ну да это очень красиво вообще да в принципе надо людей развивать и физически и духовно и в музыкальном плане и рисовать все потому что человек должен быть гармонической личностью и наверное и тогда человек лучше станет тогда не будет проблем да я надеюсь что все-таки человечество победит все свои и все-таки красота и культура спасут мир да хоть мы и раньше смеялись над этой фразой но так оно и оказалось ну что ж тогда мы на этой будем говорить на такой позитивной ноте что культура и красота и музыка спасут мир мы закончим нашу передачу большое спасибо дорогие друзья что вы нас смотрели в гостях у нас был профессор народный артист республики Молдова маэстро и на арту пианист потрясающий и один из участников фортепианного дуэта Лапикос Махович именно Юрий Махович еще раз большое спасибо до свидания дорогие друзья всего доброго Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok